Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я изготовлю немножко другого порядка, нимфочку, так как вы просили, чтобы была огрузка. Как вы видите, у меня установлен латунный шарик диаметром 2 мм и немножко огружено свинцом. Также я установил уже глазки и закрепил, как обычно я пленку закрепляю для изготовления грудки и чехольчика. В таком варианте у нас наш латунный шарик будет служить привлекающим элементом в грудке. Давайте приступим, и в процессе изготовления я вам все буду рассказывать. Ключок я беру 14-16 номер, обыкновенный нимфовый. Хвостик у этой мушки также должен быть слегка выдающимся, но величина его должна составлять в величине тела. Подхватили, посмотрели. Вот приблизительно так мне будет достаточно. Учитывая то, что у нас мало места для крепления хвостика, я сразу подхватываю по цевью. Вот столько будет нам достаточно. В качестве сегментирующего элемента я буду использовать вот такой люрекс. Если у вас его нет, спокойно можно заменить на любой другой материал. Леску, проволоку, все, что у вас будет под руками. Это не столь существенно, просто мне так больше нравится. Крепим мы его также по всей длине. Учитывая то, что люрекс сам по себе грубоватый и имеет объем, поэтому желательно закрепить по всей длине, до самого хвостика. Следим за тем, чтобы мы наш хвостик не нарушили. Убираем наш люрекс. Как и обычно, как вы и просили, нимфочка будет достаточно простая. В качестве тела я буду использовать обыкновенный даббинг, который я вычесал из кота своего любимого. Можно использовать из наборов, допустим, вот как существуют вот такие наборы. Но цвет я буду подбирать согласно своей рыбалке. У меня она должна быть серой, а грудку я буду делать или черную, или коричневую. Вы для себя подберете сами, какой вам более приемлемый будет оттенок, согласно ваших рыбалок. Берем, формируем даббинговую нить. Стараемся взять не так уж и много, для того, чтобы тело у нас не было рыхлым, а было достаточно прочным. И теперь начинаем сразу у хвостика производить обмотку. Стараемся к грудке сделать небольшую конусность. До нашего шарика этой толщины для изготовления тела мне будет вполне достаточно. И теперь мы с вами сразу должны изготовить грудку. Для грудки я буду использовать, вот у меня имеется такого ржавого оттенка, стриженный кролик. В него достаточно хорошо выражена остевая ворса, поэтому, остевые волоски, если правильно. Поэтому мне будет значительно удобнее изготовить из нее, начесать лапки. Вы можете подобрать для себя, можно пером, можно, как вы сочтете нужным. Это, вот видите, достаточно ярко выраженные остевые волоски. И теперь я для того, чтобы сильно себя не утруждать накручиванием, просто беру, прокручиваю вот так нить. И у меня образовались вот такие остевые, хорошие волоски. Проматываем возле шарика, перекидываем нить перед шариком. И теперь уже здесь окончательно хорошо наматываем нашу грудку. Добавляем до тех пор, пока у нас не будет сформирована хорошая пышная грудь. Она должна у нас равняться по диаметру нашего шарика. Также добавили на нить, прокрутили ее, и у нас образовалась даббинговая хорошая веревочка. Как вы видите, достаточно уже хорошо у нас смотрятся остевые волоски, поэтому дополнительно нам даже не будет необходимости сильно их вычесывать. Вот такой пышности, я думаю, будет уже вполне достаточно. И теперь нам необходимо с вами вывести нить в район глазок, так как мы будем с вами формировать. И промотаем теперь уже нашим люрексом тело. Выберем для себя удобный шаг, как нам удобно. Как обычно я в районе хвостика делаю один полный поворот. И останавливаемся. Поднимаем вот так вверх, в районе глаз. И теперь окончательно отрежем и прихватим наш люрекс. Добавим немножко, буквально капельку клея. Как я и говорил, нимфа достаточно быстро и легко изготавливается. Нанесли на нить. Закрепили. Переламываем теперь нашу пленочку. Подхватываем в районе глаз. Следим за тем, чтобы не была она у нас скомканной. И аккуратно переводим нашу нить за шарик. Учитывая то, что мы уже не сможем снизу хорошо подкрасить нашу пленку, я подкрашу ее еще немножко. Цвет можете коричневый, черный, любой, какой вам будет импонировать. Вот так. И теперь здесь, там где у нас коричневая наша грудка, подхватываем, следим за тем, чтобы она у нас никуда не убежала. Нанесем опять капельку клея на нить и сделаем завершающий узел. И как обычно, я уже неоднократно вам покажу, показывал, мы берем теперь, складываем нашу пленку и слегка под уголком отрезаем. И у нас сразу образуется с вырезом вот такой симпатичный чехлик. Вот и все, друзья мои. Расчесывать нам наши лапки не надо. Здесь вполне достаточно лохматостей. Вот такая наша симпатичная нимфочка готова к рыбалке. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!